Продолжение следует... 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 Центр, который тоже включает в себя работу с разной категории людей, начиная с маленьких детей, так как у нас тут и воскресная школа, скалаты, строятся спортивные залы, классы будут, лекционные залы были, где можно будет общаться и с людьми, и даже ведутся лекции. С людьми уже взрослыми, потому что люди тоже хотят многое узнать, и вот тут тоже неформальные взрослые, задают вопросы. Поэтому, с чего мы начали? Начали с того, что по четырам, каждый четырех, с шести до восьми, мы также собираемся, общаемся с ребятами, выбираем тему, а потом уже в процессе темы ребята задают вопрос. На протяжении многих уже лет у нас собрался такой дружный коллектив, батюшки приходят тоже со своими темами, взглядами, потому что молодежь у нас очень интересна и живая. И, конечно же, мы находим те слова, те мысли, которые бы интересовали молодежи. Вот не хотелось бы много говорить, потому что у нас есть интервент, батюшки, которые тоже хотят, хотели бы давать. Батюшка, батюшка. Отнимите пяти и беседами. А на самом деле наши летница намного обширней. И вот хотелось бы рассказать, что наши ребята ведут социальные служения. Потому что на протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с таким фондом под названием «Детдом.Фо». И волонтеры с этого фонда провели нам обучающий клейм, который был под названием «Кто такие волонтеры?» И в момент выгорания наши ребята посещают Черниговский интернат и общаются, играют с детьми. Мы также привлекаем этих детей к совместным праздникам, проектам, воскресным богослужениям. И вот в этом году к празднику Сергея Николая была проведена акция под названием «Книжка под подушку». На протяжении этой акции наши волонтеры за две недели собрали 200 книг, которые были переданы в рефилитационный центр детей с заболеванием сердца, а также в терапевтическое отделение детско-босно-черниговской больницы. Также одним из направлений молодежи на полном развитии является привитие к чтению православной литературы. На встрече проходят презентации книг, также существуют у нас просмотры тематических фильмов о религиозном и интеллектуальном тематике. Их дали в следующем уже дискуссии и разборах этих фильмов. Также традиционными стали наши сезонные терапевтические вечера, по названию таких, как, например, «Оси, Роди, Любит», «1025-летие», «Крещение Уси», «Рождественские встречи», «Маскничные встречи». На этих наших терапевтических вечерах принимают участие известные люди не только черниговые, такие как поэты, художники, писатели, актеры, ну, а также защитнослужители из других черниговских храмов. И на этих встречах ребята читают свои стихи авторские, а также исполняют музыкальные произведения. В духовной составляющей наше молодежное служение относятся многочисленные молебны. Эти молебны молодежь собирает за всех этого храма, вот, и после молебны проходят телесческие формы с развивающими этими тренингами, дискуссиями на актуальные темы. Эти все молебны и форумы проводят священнослужители и психолог. Например, такие молебны, как «Благодарственные молебны в празднике Николая», а также форум «Мира без дел мертва», «Молодежные молебны о здравии родителей» и форум «Помолимся за родителей», «Благодарственные молебны» и форум «Лепестан, радуйтесь и на все благодарите». Каждый год к одному православной молодежи торжественно проводятся официальные встречи с насыщенной шоу-программой, концертной программой, с насыщенной концертной программой, с насыщенной программой, там, извините, и тематически, вот, так сказать. Так что хотел сказать, что осенью наша молодежь продела акцию под названием «Мамовы боя. Спасибо за жизнь». Она была направлена в защиту жизни и традиционных семейных ценностей. Данная акция положила начало вот такому большому проекту, который называется «За жизнь» — это противоплодок проект, и который за возрождение, влюбление семейных ценностей в нашем обществе. Ну и также хотелось бы отметить, что у нас есть молодые инициативные ребята, которые проводят православные экскурсии по городу Чернигово, вот, а также мы и организовываем получеские поездки для молодежи. Ну и как завершение, хотелось бы сказать, что целью и создания, и деятельности нашего движения молодежного является объединение молодежи, также, конечно, духовно-нравственное просвещение, но взаимного общения, труде. Молодым людям становится легче общаться с друг другом, узнавать и понимать друг друга, чтобы стать именем во Христе. Такие у нас проходят проекты. Это уже артикарно, молодой мусор. Все, пока. Все, пока. Вручиня Наталья, психолог, 5 лет. Нахожусь рядом в этом проекте. Мама троих детей, и когда пришла старшая дочь, и мне исполнилось 16 лет, и я задалась вопросом, куда она может пойти, если какая-то альтернатива в городе дискотекам, в барах, еще на тот момент, наверное, в казино и разные другие мероприятия, где бы можно было получить какое-то развитие интеллектуальное, духовное. И вот 5 лет тому назад, поверьте, литературные вечера, это осталось, наверное, в памяти советских людей со школьных каких-то времен, и утренников. И в городе впервые литературный вечер удалось провести именно здесь, в стенах этого храма. И какое же было удивление, когда действительно интеллектуально интересная молодежь собралась, которая, оказывается, пишет свои стихи, эссе, и готова каким-то своим внутренним, глубоким миром поделиться с окружающим. И, конечно, мне стало интересно, но, в основном, что такое храм? В основном люди сюда приходят уже покалеченные, и жизнью, событиями, переживаниями, и здесь непростой конец. Конечно, есть маленькие, немного людей, которые приходят действительно большой радостью, или там семейно как-то сложилось, что они знают эту дорогу. В основном это с одним вопросом и поиском смысла жизни. Поэтому эта молодежь, которую я вначале увидела, она, конечно, была настолько скромная, настолько тиха, что пришлось пять лет прикладывать усилия для того, чтобы все-таки можно было показать, что в себе этот мир богат не только богослужением и многим интересным, что можно делать просто в реальной жизни. Быть кому-то нужным, полезным, и действительно руку помощи подавать, вне зависимости от того, что это там вы родственник или просто знакомый. Где по-настоящему можно было увидеть и получить ответ на вопрос, кто твой ближний. Казалось, что все рядом. В рамках уже молодежного проекта у нас молодежь вырастала, уходила, женились, выходили замуж, уезжали в других городах, возвращались с детками, и грестили друг другу друга. И то есть пять лет, сами понимаете, это большой, достаточно обрезок для того, чтобы рассмотреть все промахи, все заслуги, все радости и все падения. И он сам складывается каждый раз, каждый год, это молодежное движение, просто вот от какого-то возникшего вопроса ситуативно до вырастающего мероприятия, которое действительно проходит не бесполезно. Например, форумы конференции, которые мы проводим здесь, они потом вырастают действительно в дела какие-то, которые сами проекты предлагают ребятам. И даже те же детки с детских домов, которые потом по сей день приходят к нам на службу, уже прошло по три-четыре года после встречи с ними, они всегда знают, что в любой момент они будут прийти, где будут и накормят, и нагреты, и обласканы добрым словом, и они уже вырастают, уже другие города, и возвращаются в это, чтобы снова встретиться. Людей, которые, наверное, на контактах жизни потянули первую помощь. Очень важно, что это место есть в городе Чернигове. Очень важно городу об этом знать. Молодежи, которые травмированы сегодня достаточно серьезно, я как могу это сказать, потому что мои консультации показывают очень большой срез такой молодежи, что есть приют, маленький остров, в котором много любви, тепла, и об этом нужно обязательно знать и все. Ну, некогда так. Спасибо. Отец Михаил, у нас сам такой молодой, и вы вышли тоже. Священник Михаил Хричила, Ну, вот, если бы меня лично спросили, нужны ли молодежь в церкви, нужны ли молодежные служения, почему мы вот так себя пиарим, рассказываем, что мы такие хорошие, что там у нас делается, я бы отослал людей с таким вопросом к моей матушке. Почему так? Потому что именно свою будущую супругу я встретил вот здесь, в храме на одной из молодежи, мы начали общаться по теме книг, что кто любит читать из нас, вот, и как-то так залезалось общение, и со временем, вот мы все больше и больше проводили время имели вместе, потом поженились, потом я принял священный сан, и вот сейчас уже сам прихожу на эти молодежки и общаюсь с ребятами, что-то рассказывают, что я знаю, что-то они мне рассказывают, так друг друга дополняют. То есть вот одно из практических таких действий молодежного служения в церкви, это то, что ребята, и я сам на своем примере вот свою атомизацию, свою такую свою жизнь одинокую изменил, встретился со своей будущей половинкой, и вот в этом я надеюсь, что это очень большая заслуга молодежного служения церкви, что ребята могут находить собеседников, и со временем это общение может даже переходить на что-то большее. То есть это с одной стороны кажется и мало, но с другой стороны это очень большая услуга молодежного служения в церкви. В принципе, одно из малого такого. Я вас всех приветствую. Батарея Дмитрий Староженко. Выправляю апологетический отдел нашей партии. Задача апологетики она очень близка, конечно, с миссионерским служением, но немножко мы отличаемся. Вот если миссионеры занимаются тем, что как бы сказать свидетельствует о вере среде тех, кто не является христианами, то мы наоборот наша задача сохранить тех, кто есть в церкви, чтобы они не ушли куда-то и по возможности вернуть тех, кто ушли. Вот в нашем служении мы занимаемся тем, что многие ребята возвращались из других конфессий, из других религиозных течений, как бы придали новый смысл православия. Благодаря молодежь, вот такие ребята приходили, смотрели, вот могли, как бы сказать, пощупать, потрогать православия уже с другой позиции, не так, как они его представляли себе, когда уходили. Вот, то есть, конечно, это очень радует, это замечательно, вот, и думаю, что в будущем с Божьей помощью у нас это все будет как-то продолжаться. Да, спасибо, Господи. священник Георгий Лобанов, доктор Богослуги. Я не здешний священник, меня приглашают в Благодарство в Матинсквытов, в Маталье, приглашают очень часто на встречи, мне, конечно, самое очень интересное в том, что участие, и не только в беседах, но и в различных проектах, знаете, очень, очень много можно рассказывать, перечислять, и казалось бы, это такая немалое количество разных дел приделанное, но ради чего это все делается? Это все делается, конечно, ради той тайны, которая происходит внутри человека. Дело в том, что когда человек приходит в храм, этого недостаточно. Необходимо, чтобы произошла личная встреча человека с Богом. Вот эта вот личная встреча, она находится где-то очень глубоко. Она находится там, куда невозможно посмотреть по сторонам и взгляд. И вот задача этих всех проектов, задача встречи молодежи как раз заключается, чтобы способствовать этой личной встрече человека с Богом. И то, что они достигают своей цели, является свидетельством то, что немалое количество ребят, девушек приходят благодаря за то, что все-таки некоторые даже в самый последний момент развернули нас 80 градусов и позволили продолжить, помогли дальше жить. Есть такие, действительно, которые собирались уже прощаться с жизнью, но решили почему-то зайти в храм. И там встретился 20-й грант лишние беседы как-то что-то затронуло, что-то такое произошло в человеке, произошло как раз именно эта встреча, личная встреча с Богом. И вот это таинство, которое произошло в человеке, оно дальше развивалось, дальше он сам делился этим опытом, личной встречей. И такие, конечно, люди немало приходят, и они стараются другому помочь, и стараются поделиться с другими. Я думаю, что все-таки даже обмануть спасенной жизни тоже немало. Спасибо. Можно я что-то подносил к вопросу? Я как-то просто так не позже не стану. Мне просто хочется сказать, что на самом деле как-то дистанционно относятся к священию. Думаю, что приход в храм и услышать и проповедь после службы это единственная возможность пообщаться со священником. И вот как раз вот эта платформа, которая возможна, где есть прямой вопрос, ответ, индивидуальные разговоры, личные такие разговоры, они как раз дают возможность не ограничивать себя только на уровне обсуждений, осуждений или каких-то еще не выросших духовных вопросов. всегда есть возможность обсудить и я очень благодарна, что священники откликаются, всегда рады прийти и вы видите сегодня, это на уровне только четверо здесь и если была возможность 5, 5, простите, батюши, простите, было бы 10, 15, они есть, они находят время для каждого, и вот это есть правда. Спасибо. Я не знаю, для нас это просто новый такой вот опыт, мы решили первый раз сделать это вот в таком формате, да, конечно, 24-го вы видите, что священники не только отвечают на вопросы, рассказывают, они еще поют и читают стихи, да, и очень творческие, и интересные поэтому у вас какие-то вопросы тоже зададите, и нам будет тогда проще и легче сориентироваться, и вы сможете нам помочь, потому что у вас там кто-то больше в этом. Что касается обсудения, кто выбирает для тем, что интересует сегодня, молодежка, то есть очень обсудительное освещение. Техника, как выбираете какие-то они активные? Лично я как выбирал тем, то, что вот как-то затронуло мою душу, как-то было мне интересно, я хочу, конечно же, поделиться вот тем, что я узнал открыл для себя лично, поделиться с другими людьми, чтобы это было достоянием всех, как говорится, Иванович, что от избытка сердца обоголит устал. Когда у меня переполнять хочется, я что-то узнал, интересное, хорошее, доброе, и мне тоже хочется, сначала я думаю о матушке своей, своей супруге, вот, знаешь, я вот сегодня прочитал, увидел там то-то и то-то, давай, что ты об этом думаешь, вот я думаю об этом такое, или я такое. Вот нужно, наверное, на молодежку об этом поговорить и действительно подготавливать, когда читая побольше, что-то об этом всесторонне стараюсь изучить, и тогда уже прихожу сюда и рассказываю этот ребятам, как-то обсуждаем больше, уже вот такой более серьезной аудитории. То есть, я для себя вот так готовлюсь к темам. Большой что-то об этом. То есть, что-то обсуждать, какие темы были, последние темы, какие у нас были на молодежь, то что, кто-то с этим про евангелы и... ну, дело в том, что темы самые различные. Мы, священники, живем среди молодежи и понимаем, что сейчас беспокоит ребят. Вот. Естественно, это что-то, как вы говорите, как вы говорите замуж, жениться, вот, что-то вы любите Богу, вот, как церковь на это смотрит, на взаимоотношения. То есть, это для молодежи очень не важно, потому что они в этом возрасте влюбляются. Дружба, верность. Да-да, дружба, верность. Вот. А вообще, допустим, мы какую-то берем к темам, а потом задаем им вопросы. Ребята, что бы вы хотели узнать? Потому что у нас ребят, допустим, некоторые долго уже ходят, а некоторые много приходят. Поэтому иногда что-то где-то повторяется. Пусается каких-то праздников, то есть, не только те же самые какие-то события, вот. Обстанцы различны. А вот отец говорит, дайте ему трубочку. Трубочку. Действительно, вопросы очень важные, на разные темы на тему говорили, и чаще всего это на злого дня. То есть, не отвечают какие-то вопросы, есть ли жизнь на море, или что-нибудь еще, хотя об этом тоже говорили. Но очень много вопросов действительно то, что имеет отношение к современному нашему и к Черникову, и к Украине, и о политике говорили, и о конце света говорили, как раз в конце 19-го года. И о других религиях. отец рассказывал очень много о стране, потому что очень часто встречаются, очень часто останавливают нас на улице, предлагают посетить какие-то молитвенные собрания, и как реагировать. Вот это такие, о чем ты говоришь, отец делит очень много рассказов, и личный опыт, много вопросов задает ребята с молодежью, некоторые подготовиваются и рассказывают много интересного. У нас, например, есть девушки, которые экскурсии они рассказывали о какой-то исторической дате и не помню относительно Черникова. И много чего такого, что, конечно, и мы не знали, а это можно только в архивах найти. Самое главное, чтобы было интересно, чтобы это отвечало многие такие вопросы жизни в современности. последняя тема была очень актуальна, это тема поста. Как поститься в современном мире, такое вот сейчас такое должно быть условие соблюдения поста и все точное. То есть это тоже интересует молодежь, это радует, потому что, знаете, не просто так вот прийти, пообщаться, поговорить, а вот справа от нас икона, икона святителя, которая в руках без церкви нет спасения. То есть молодежь начинает это понимать. Да, без церкви нет спасения. Еще вот хотелось бы сказать о собратье, что вот он у нас миссионерский отдел возглавляет, и такая у него хорошая практика есть, молодежь берет с собой на приход, приезжали на приход, вот, у него там смотрели быт священства, как священники живут, чем они живут, как совершать служение на приходе, это тоже такая вот интересная тема отдельная. вот как-то так, да. Катюша, поможешься? Я немножко, наверное, расстроил рабочий момент лаборативы, потому что у нас существует группа вконтакте в видеощадке, и вот заранее, начиная с понедельника, уже обязательно анонсируется тема, выкладывается, кто будет проводить эту тему, какой защитный служитель, вот, и для себя тоже будут выбирать интересная тема, то есть новые люди появляются, новые из есть, ребята, которые постоянно приходят, независимо от темы, есть люди, которые приходят на встречи, конкретные, выкасались на тему, то, что такие, если батюшки уже сказали, у них, это тема, тоже одна из последних, например, была тема о субциде, вот, как, например, поступать, если ваш друг собирается на участие самоубийством, вот, тоже с точки зрения уже первозрения православного, это взрослая тема, например, о сквернословии, вот, темы обычно могут даже сами, молодежь, задавать, спрашивать, что ему интересно, если у нас существует такое, как бы, на молодежке, если человек, например, имеет некое стеснение, задать вопрос, то он может написать на листочке анонимно, вот, подать ему какое-то предложение или задать какой-то вопрос, мы это все обсуждаем уже молодежным коллективом, передаем священнослужителям пожелания молодежи и заранее это все уже обговаривается, кто-то уже на протяжении недели, может, больше приема времени заранее зависит, готовится к определенной теме, которая будет проходить и обсуждается, то есть, это подготовка идет, и обязательно все аспекты раскрываются, вопросы тоже, молодежь готовит вопросы к делям, вот так вот. Да, ничего, это вопрос. Спасибо. А можно уточнить, вам, к вам идут молодые люди, которые в основном гуманитарии или которые также хотят посвятить себя техническим дисциплинам? разные. Разные абсолютно приходят. И ребята, и молодежь, и простые строители приходят, и ребята, которые в университете учатся, и школьники, и преподаватели, да, и преподают, которые, то есть, абсолютно разные. Вот была девушка, которая по карате на олимпиаде второе место заняла, да? Я не помню. И спортсмены есть, И спортсмены есть, да, вот в Ярославе занимаю, работает в тренажерном зале и праздник. И же во церковлённой люди есть, не во церковлённой еще. То есть, есть постоянная... Кто-то просто хочет тему какую-то послушать, приходит. Висит бигборд, там объявление тоже бывает, какая-то есть тема, что человек, ходя по улице, может увидеть, посмотреть, зайти, присутствовать, задавать вопросы, то есть, живо участвовать в диалоге. То есть, проходит диалог. Вот так вот образом. У нас есть возрастная категория от 16 до 35 лет, конечно, мы приходим, не требовав вас, ну, примерно, чтобы было у всех уютно, комфортно, вот, найти встречи, а чтобы воздёшь, ну, такое, у нас так было, остальное, что от 16 до 35 лет возрастная категория присутствует людей. Ну, бывает, что и в оставшем приходит какие-то темы тоже может послушать. Причём вас. Это невозможно предположить, но я вспоминаю слова одного молодого человека, который сказал, пока есть в хосписе, и хоть один человек в хосписе, то я кому-то нужна. Поэтому это всё очень просто. Пока хоть одному человеку нужна помощь, я думаю, что, а молодёжь уже собирается, знаю, то однозначно всё будет хорошо. Я вспоминаю тоже выражение из всех этих отцов по поводу вопросов, где я стал задан. Нужно не забывать, что мы для Бога желанны. И главное, чтобы у человека было желание идти к Богу на встречу, потому что и вот непосредственно выражение с этой отцов, что когда человек делает на них, когда человек Богу делает это меньше, то Бог делает к нему два шага на встречу. И, наверное, наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку сделать не то, чтобы этот шаг, но направить. И наша задача свидетельствовать. Вот. Как когда-то митрополит Антони Суровский в оконной владыка сказал очень интересное выражение таким словом, что пока человек не убедит на лице другого человека отражение вечности, он не поведен Богу. И вот, наверное, в какой-то мере каждый из здесь и сидящих, и кто принимает участие в проведении нашей молодежки должны, наверное, быть отражение этой вечности. Потому что каждый человек, приходящий, молодой человек, смотрит, как и именно на самом деле. Не только на словах, а в жизни. Потому что обычно молодежь, она ориентирует на нашу улыбку, на наше радостное состояние. Потому что поступают, они говорят, что они просто не радуются. За все благодарительные, в этом есть воля Божия. Вот. То есть, мы должны быть просто сами собой. Вот. И в этом, конечно, для собой помогают каждый человек. Потому что как раз крестьянская, духовная жизнь, она помогает человеку посмотреть на себя, будет заглянуть в себя вот, одними духовными глазами. Вот. И когда есть такие небезразличные батюшки, которые ревнуют о том, что, 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 что-то делалось. Но, прикладывать свои усилия, свои знания, вот, то, естественно, храмы не будут пускать. И наше, наше молодежье будет жить, ну, как говорится, то, что будет процедать, но, действительно, живой. Есть. Вот. Вы знаете, мы очень любим просто, это то, чем мы занимаемся, вот, да, последние, даже, это я лично могу говорить за себя, и то, что ты веришь, это очень любишь, и ты чем живешь, поэтому здесь много сложностей, мало радости, ну, надо быть готовым, больших радостей, но здесь столько трудностей, на самом деле, каждый раз, то, что, на комфорт, заставляешь себя, это делать, и встречаться, и общаться, но, когда ты видишь, действительно, хоть одно благодарное, ты лишь понимаешь, что человеку действительно это нужно, то все не сделает. Да. Именно теснее, пользуясь радостью. потому, 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 в пост, особенно, проявляется, вся гадость наша, вывезла, в пост, и, ну, каждый о себе, особенно, даже, там, который ходит, в церковь, понимает, тут немножко, он понимает, что, ты такой, есть на самом деле, значит, ни о ком, плохо сказать, даже невозможно, потому, что, сначала, невозможно, разобраться, самим с собой. Все очень просто. Ну, может быть, пару слов, мне, чем хотелось добавить, что у нас, не только, проходят проекты, разные формы, моления, беседы, у нас, даже, очень активно, досуг с молодежи, потому, что, мы, в летний период, и в зиме, также, очень часто, выезжаем, вместе, собираемся, на природу, проходят разные, например, турниры, поваленков, да, ездили в Козелец, гости в Среднев, также, и в Киевку, но, также, мы дружим, не только, по своей епархии, Черниговской, и Новгородсельской, а также, с другими епархиями, общаемся с молодежью, делимся опытом, других, таких же, молодежных организаций, по украине, да, поддерживаем все военские движения, мы дружим, у нас есть друзья, с Некопетровска, с Одессы, мы тоже, часто, ездим, они приезжают к нам, поэтому, такой вот, да, с Белорусси, так же, они, у них такие полуночестные поездки, и к нам приезжают, очень тепло, и вот уже нас встречают, поэтому, как и в стенах этого храма, на конференции мы ездим, и на конференциях, и поляки, и венгры, ну, все очень много, иностранцев, ой, можно слово? Мы были в Больше, отец Пётр, возле-то детей, православного лагеря, в Ходхоршин, и было так великое удивление, по-сега раз, правда, уже было несколько лет назад, когда приходят польские, польская молодежь, и поют там украинские песни, это вообще был постов, не страшно, вас тут был, бабушки, дедушки, украинцы, откуда вы знаете эти песни, откуда вы знаете там стихи, и ответ был простой, нет, ну, просто интересно, мы хотим это узнать, но нас интересует там православие, нас интересует вера, очень красивые слова, очень глубокий смысл, сам, чисто кружные поляки, у него отношения совершенно не имеют своими корнями, только в Славный Востоке, да, тоже, очень многое не следует, что он такой его, что это все крайне, что это все крайне, что это все крайне, что это вообще молодежки, это действительно такое все крайне движение, есть такой проект, в нем очень равнодушный, волонтерский проект, там вообще ребята-волонтеры такие молодцы, и понятно, что может быть там нет какого-то освещения особого, у них не в прессе, не в, там, по телевидению, никаких передач не показывают, не все журналы, и утрак, и фамилии, и все, значит, молодежные журналы, он свой называется, вышел сейчас, и такие творческие личности, не щадящие себя, и работающие с тонко больными детками, с вообще тонко больными людьми, и с детскими домами, у них очень-очень, поэтому очень много учимся у них, ну вот, и в интернете существует, есть инодального отдела сайт, в интернете есть сайт инодального отдела по работе с молодежью, и работе является луна Кайона, вот, и там все епархи представляют, также и наши епархи представляют все свои проекты, то есть делают резюмирование, проведение итогов, что происходит, и уже на все проекты с какого уровня, то есть можно посмотреть, и ознакомиться со всеми присоединениями объятиями других городов, также и в нашей епархи, Чернигов именно представляют наши рамки, наши движения. Вы вопросами? Валя, два слова еще скажу, что наш Владыка Моросеич очень, как бы сказать, заинтересован в этих проектах, и никогда не отказывает, то есть всегда, когда нужно, значит, отправить людей в командировку, или еще что-то, то есть он всегда, как бы, старается, чтобы мы поучаствовали в этом тоже, да, то есть он как-то поддерживает нас в том числе и материально, да, спасибо Господи. И еще одно слово, и я знаю, оно просто было очень интересно, то есть в течение всего месяца я проводила такой вопрос, это было, там, в различном молодежном собрании, и в Чернигове, и в Киеве, я сдавала такое примитивное вопрос, что какую вещь из своего дома вы вынесете, единственную вещь в случае пожара, при условии, что это просто с одним, можно забрать только одну единственную вещь. И было великое удивление, когда у нас уже такой есть четкий список первых пяти вещей, которые хватает малой точке в случае пожара собственной фантазии, и это оказалось мобильной телефонной, подзарядка, ноутбук, документы, или, ну, деньги, да. И вот мы такие, нет правильного ответа, но сегодня мы такие. И поэтому, для того, чтобы еще какие-то были проблески все-таки наших ценностей, как-то восстанавливалось, и мы могли бы прихватить там, может быть, что-то было другое, неинтересное, или хотя бы самому себе хоть раз задать вопрос на самом деле, что для меня важнее всего. Вот, все-таки молодежь, наше движение, это, есть возможность разобраться каждому человеку, что же важно. И как-то так. Ну, все. Если мне два вопроса, нет? Нет? Нет вопроса? Нет. Ну, а теперь всех приглашаем пить чай, согреться, потому что что-то холодно. Немножко правильно будет. Проделаешь. А вот сюда вот, мы уже взойдем, и все, ребята, сюда вот в классе, а там где-то проходят. Можно еще вопрос? Вы упомянули слово «братство». В истории Украины «братство» действительно играли достаточно такую серьезную роль, особенно 16-17 века, то есть это борьба за независимость. Петро Могила, Матрополит, Ченка, да, разница была? Да, да. И в свете последних событий, скажем так, достаточно ли внимания вашей молодежи поделится именно патриотическому воспитанию молодежи? Ну, почему именно мы видим проявление сепаратизма именно на востоке Украины? Такие глобальные вопросы я не смогу ответить вам, сказать, насколько. Я просто могу сказать о том, что насколько у нас, как здесь. Вы же понимаете, у нас даже на территории храма проводился также молебен о благополучии нашей страны. То есть каких-то мы не рассматриваем там Восток, все едины, все любим друг друга, поэтому все за мир, ни за какие там действия военные никто не ведет речь. Также, конечно, мы не можем, церковь, хоть она отделена от политики, но мы же живем в социуме, и понятно, что это касается вопросов всех, и очень часто священнослужителям молодежь задает вопросы, как вот себя вести в той или иной ситуации уже сквозь призму православного мировоззрения. Вот, и поднимались неоднократно эти темы. Вот, у нас здесь и достаточно недавно были тоже, оговаривалось, вот, но никто не говорил о том, что там на востоке кто-то там настроен как-то против, потому что, я говорю, у нас очень много друзей есть, тоже православной молодежи, с которой мы дружим друг с другом, поэтому это такое единичное, нельзя сказать, что на западной Украине такой дружелюбный народ, на востоке нет, все мы объединены, концертируемся, у нас одна вера, одни дела, поэтому так никто не рассматривает, церковь не рассматривает таких конкретных конфликтов, то есть не входит в политику. Ну а вы считаете, что надо немножко больше уделять внимание моментам патриотизма? Конечно. Это украиноцентричность, если так скажем? Я, наверное, немножко скажу, так как я являюсь педагогом, вот, поэтому я скажу более, что, конечно, я всегда говорю о том, что патриотизм это превыше всего, это очень важно, это главное, это надо начинать не только, это не только должна об этом говорить церковь, это начинать надо с семьи. в первую очередь родители, это также педагоги должны работать, это очень важно в землях, где родились, где род, почитать, не забывать, поэтому я очень за патриотизм, вот, за единую страну, вот, за нашу, поэтому, да, это очень важно. Спасибо. 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 Продолжение следует...